Кусты Барбариса на проспекте строителей гибнут. Их посадили здесь две недели назад. Видимо, специалисты сарафановского питомника сделали это некачественно. Посадку заказывала компания «Шваба Урал». Прошлой осенью при установке опор освещения её специалисты разрыли здесь траншеи, повредили корни деревьев. Теперь восстанавливают благоустройство. Но принимать такую работу нельзя, уверен глава города Владислав Пинаев. «Всё равно, в любом случае, заставим их сделать качественно. Вот даже те же самые высаженные кусты. Но вот сейчас у тебя не полинясь, вот сам посмотреть. Потому что каждый из нас в саду так или иначе с этим сталкивался. Не надо быть великим специалистом или агрономом, чтобы увидеть, в каком состоянии сегодня находятся насаждения». Аналогичные проблемы на улицах Пархоменко, Заводской, Первомайской, Горошниково. Мэр Владислав Пинаев и специалисты администрации города также их проинспектировали. Проблему гибели кустарников Барбариса компания «Шваба» будет решать сарафановским питомником. «Пусть объясняют, почему такие вещи все происходят». Барбарис планируется удобрять. А те кусты, которые уже нельзя спасти, менять на новые. «Это все будет реализовано в течение ближайшей недели. А также дополнительно мы решили провести облагораживание газонов в центральной части города за наш счет. Поэтому вся центральная площадь, все прилегающие улицы будут приведены в порядок». Всего в центре города высажено 1610 кустов Барбариса. Работы будут продолжаться, пока компания полностью не восстановит нарушенное благоустройство Нижнего Тагила. Напомним, программа «Светлый город» действует в нашем городе с 2014 года. За шесть лет было установлено больше 10 тысяч новых опор. Почти 17 тысяч светильников протянуто около 450 километров сетей, чтобы в городе было светло и красиво.